Приветствую дорогие, ну а девятая серия Будьтесь, Ходячих Крадыцов снова показала обычность бытия и не застрахованность никого от несчастий. Наша компания кажется пережила уже многое, но теперь даже повидав всякого, они все еще не хотят сосиживаться каждый друг с другом. Мы каждый на своем пути, сказал когда-то сам Морган, и теперь он снова на нем. Персонаж Моргана кажется самым эмоционирующим из всех, кто был в этой вселенной. Его история – это постоянные стачки его же самим собой. А твой сын? Он мертв? Нет. Нет. Умрет. Такие как ты, хорошие люди, всегда умирают. Ему не так страшны мертвецы, буря, страшный Ниган, сбитый или кто-то еще. Главный враг Моргана – он сам. Нет. Нет. Я знаю. Нет. Он когда-то покинул резко одно сообщество, чтобы найти себя, много прошел пути, подышал воздухом и увидел гниющий мир. Пришел сюда, увидел, что ловить здесь особо тоже нечего, и теперь снова решил возвращаться обратно. Не знаю почему, но мне не верится, что для Моргана возвращение туда, где ему было так плохо и где его сильно штормило из стороны в сторону, станет снова выходом. Он, скорее всего, это сам себе пытается внушить, но я думаю, что это тоже не выход. Серия очень хорошо передает то самое настроение персонажей, тех, кто, например, потерял всех, вроде старичков, Алиши, Лусяны и Стрэнда, и они самые здесь пессимистичные. Стрэнд, в принципе, болт забил на любое планирование и просто тащится от текущего момента, потягивая дорогущее вино. Все эти недели он, кажется, только глушил свое состояние бухлишком, забыв даже про безопасность. У Лусяны свое горе, и она его утомляет прослушиванием без перерыва старых грампластинок. Алиши, кажется, вообще хуже всего. Она себя пожирает, виня судьбу выпавшей на нее доли. Кстати, я тут подумал, а ведь Алиша была непосредственным свидетелем утраты всех ее близких. Она последняя, кого видел Трэвис живым. Трэвис! Потом мать и брат. Ей нужно чем-то заполнить эту пустоту, и, скорее всего, алкоголь и музыка с этим не помогли бы. Теперь она хочет стать кем-то вроде замены своей матери, чтобы ее самопожертвование что ли не казалось напрасным. Поэтому она находит себе кейс с мертвецами с таинственными записками о помощи. Она думает, что нашла пусть небольшой, но новый смысл жить, чтобы спасти этого незнакомца, но только усугубляет свое положение. Мне немного странной показалась здесь позиция Моргана, когда он стал уговаривать Алишу не идти по следу ходячих. Начиная с шестого сезона, он везде и всюду распространял теорию пацифизма и взаимопомощи, но тут, когда реальная помощь кому-то, возможно, нужна была, он от нее отказывается. С другой, более прагматичной стороны, если бы это был не Морган, а кто-то другой, я бы согласился с идеей не идти по этим запискам. Мы все с вами помним, насколько опасны такие объявления могут быть. Добро пожаловать в Терминус. Когда Алиша находит мертвеца вместо человека, это еще больше ломает ее. Внутреннее самоедство включается на максимум, и уже психотерапевт Морган не в силах помочь. Он пытается успокоить ее, говоря, что она может занять место лидера здесь, как и Мэдисон, и этому себя посвятить. Но Алишка находит какой-то странный аргумент про то, почему же Морган сам уходит. Кстати, мне очень понравилось, что даже в этой филерной по сути серии продюсеры не забыли, что шоу еще и о зомби, и добавили сразу два забавных момента с ними. Один из них как раз с ловушкой в виде бревен, и это круто. Параллельно со старичками мы видим и настрой у новичков. Самой обойкой среди них остается Алтея. Она чинит небольшие повреждения в своей тачке и даже находит время пофлиртовать с Морганом. Ты наконец готов рассказать то, что мне нужно? Но нет, 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 рассказывать я ничего не буду. Нормальное настроение и у Джона. Меня все еще поражает тот невероятный наивняк, который украшает этого героя. Он мечтает, как ребенок, не остаться здесь, заселившись в один из пустующих особняков, наверное, с горой Бухла, а хочет почему-то вернуться в свою хижину. Он на полном серьезе говорит, что он запер дверь перед отъездом. Как будто существуют законы, полиция и нет голодных выживальщиков и банд, готовых на все, не говоря уже о воровстве. Думаешь, домик все еще стоит? Ну, я запер дверь перед отъездом, а ты туда не хочешь? Нет, я этого не говорил. Кстати, мне интересно, что сделал Джон со своими курами перед отъездом, что несли ему яйца, когда он ушел на поиски Лоры. Джон, кажется, и сама не сильно горит желанием возвращаться в эту хижину для совместного сожительства с Джоном. Мне вообще показалось, что она немного стала что-ли более холодной к нему, заподозрив его что-ли в недальновидности, когда он сказал, что закрыл хижину перед отъездом. Лору можно понять, даже если жить той жизнью, что предлагает Джон, вскоре можно, наверное, сойти с ума, даже если они будут втроем с Чарли. Ежедневный быт с очисткой рва от мертвецов, которые, слово, не защищают от них на 100%. Потом рыбная ловля и походы в поисках припасов. Это утопия. Человек – существо социальное, и уж тем более человек, который ранее жил в социуме. Это были хорошие люди. Я думала, что мы с ними в безопасности. Джон это понимает, и поэтому также не очень ясно, почему Джон так легко отказывается от предложения Моргана ехать в практически работающие взаимодействующие сообщества Вирджинии. Почему от предложения Моргана сейчас отказывается Лусяна из Трэнд, я могу понять. Им сейчас просто не хочется ни о чем думать, а просто как можно дольше оставаться в забытии из-за утраты стадиона, который долгое время процветал. Возвращаясь к Джон, мне кажется все же, что она не будет с Джоном, потому что она уже слишком долго была одна, и повседневная рутина ее не спасет. Джон мне вообще кажется по большой части эгоист. Он придумал себе образ некой Лоры, которая возможно у него была давно молодости, и не факт, что ему вообще нужен кто-то иной. Я пришел к такому выводу, когда вспомнил, что он тогда еще в пятой серии даже не соизволил просто узнать настоящее имя Джун. Ты похожа на Лору, если бы я угадывал. Лора это приемлемая замена. То есть ему не так и важна была она как личность. Важно было, чтобы она подстраивалась под придуманный им идеал. И теперь мне абсолютно ясны опасения Джун, высказанные Алтеи. Джун хочет вернуться в хижину. И тогда, боюсь, он поймет, что я не Лора. Хотя ранее я посчитал это надуманной мелодрамой. Понятны мне и терзания Чарли. У меня не вызывает праведный гнев или раздражение эта девочка, как, например, ныне главный кошмар ходячих пиздюк Генри. Мне нужен тот, кто убил моего брата. Я понимаю, что авторы шоу сейчас вкладывают в ее мозги. Ей всего 11 или 12 лет. В нее идет очень сильная переоценка ценностей. Когда она убила Ника в отместку за смерть своего опекуна, она думала, что делала правильный поступок. Потому что стервятники действительно дали ей все. И, наверное, даже спасли. Сейчас же, когда ситуация вывернулась наоборот, в мозгах ребенка происходит полная дихотомия. Она видит, что люди, принявшие ее теперь, хорошие. И, соответственно, то, что делали тогда стервятники по отношению к ним, это не очень хорошо. Даже сейчас, спустя все это дерьмо, Чарли принимают. И ей, видимо, сложно понять, почему для своего возраста. Исходя из промо следующей серии, можно понять, что как раз большая часть ее будет отдана конфликту Чарли и Алише, перед которым первая больше всего и виновата. Возможно, здесь же Чарли и сможет найти покой, получив прощение от Алише. В остальном, это была полностью не самостоятельная серия, а как подготовка штори для дальнейших маленьких историй каждой пары героев. Мне кажется, возможно, в дальнейшем мы увидим серии, посвященные каждой из пар. Что-то вроде то, что было во второй половине четвертого сезона «Ходячих мертвецов», сразу после крушения тюрьмы. Десятая серия уже известна будет о Дана Чарли и Алише. Кстати, о Шторме. Мне не сильно резали глаза, как многим эффекты с летающими зомби. Вай, какие они отвратительные, вай, как это плохо сделано. Нет, я этого сильно не заметил, и мне все зашло. Что касается отъезда Моргана домой, то я думаю, что как минимум сейчас ему это не удастся, поскольку у Алтея застряла с Жун во время урагана. Во-вторых, если он уйдет туда, то только в конце сезона, поскольку в синопсисах серии его имя часто фигурирует. Ну и в-третьих, даже если Морган уйдет домой в 16 серии, он может где-то очень задержаться, поскольку в первой половине девятого сезона Моргана точно не будет. Его не видели на съемках. В целом, серия душевна и не бесит. Героев всех можно понять, потому что они живые, и я им верю. Ну а как вам эта серия, по традиции, обязательно пишите, что вы думаете о ней. Ну а пока, спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, делитесь этим роликом с друзьями, ну и обязательно любите Нигана, конечно же. Всех благ и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok